Я вчера, кстати, съездил на антитела сдавать, сдать тест. Что сказали гработные люди? Два-три дня будут, два-три дня будет. То есть, это про то, может быть, я переболел этим коронавирусом, а не заметил уже, то есть, сдать, посмотреть, как оно. Потому что, на самом деле, ну, довольно много людей болеет в очень лёгкой фазе. Это всё так проходит. Ну, потому что это, ну, это вирус, как грипп. Иногда могут люди перенести на ногах и не почувствовать вообще. Да, знаешь, может быть, ты умер и не почувствовал. Ты уже находишься в другом измерении, да, в самом деле. Может, мы общаемся-то в другом мире уже. Так вот, вот это наше с тобой общение, это как? Это ад или рай, можно считать? Или чистилище ещё пока только? Конечно, чистилище, Лёш, понимаешь? Да рай это явно не доросло, мягко говоря, да? С другой стороны, явно таких издевательств тоже нету, поэтому это явно чистилище. Оно очень похоже на реальность, по-моему, реальностью и есть, понимаешь? И является, да, в самом деле, вот это. Придуманное чуть позже, часть третья. Была же какая-то секта в Российской империи, я помню, что-то я читал про эти всякие ответвления от православной. Я не помню, как они назывались, но они, типа, считали, что земля это уже конкретно ад. То есть, типа, злые силы победили, и на земле это ад. И только можно стараться как-то себя вести, чтобы с земли потом в рай попасть. Или ты будешь всё заново и заново возвращаться. Знаешь, там много было. Там были хлысты, которые занимались садом азахизмом. Вроде как там, так сказать, Гришка Распутин тоже там присутствовал. Там было масса, масса, масса разных людей, которые ждали в гробах конца света, лежали. Понимаешь, общин много. Много главное определиться со своим местом, да. С какой-то стороны, так сказать, баррикад. За кого-то, за красных, белых. Или за батьку Махно, или за какие-то другие формирования. Или за самого себя. Первые новости можно перейти по этому поводу. Привет всем зрителям, слушателям. И, возможно, читателям. Не знаю, может, где-то мы в текстовом виде выходим. Вы видите, слышите Альбертыча и Стефаныча. Значит, в эфире почти интеллектуальное шоу. Балаболов Альбертыч и Стефаныч клевещут. И по этому поводу заставочка. Альбертыч и Стефаныч клевещут. Ха-ха-ха. Вот мы, я про этого схиегумена Сергия. Мы, наверное, недели три все никак не можем до него добраться, чтобы поговорить. Потому что постоянно эта новость у нас висит. А он каждую неделю что-нибудь новое делает. Просто, если кто вдруг не в курсе. Запрещенный в служении схиегумен Сергий вместе с казаками и ветеранами Донбасса захватил женский монастырь на Урале. И это произошло реально недели три назад уже. Ну, как захватил. На самом деле, он и основатель был этого монастыря когда-то. Один из основателей. Да, один из основателей. Но в этом году он стал офигительным православным диссидентом. То есть, настолько... Ну, например, он там отрицает существование ковида. Призывает всех все равно в церкви ходить. Не соблюдать, конечно, никакой дистанции. Ну, настолько диссидентствующий, что его даже русская православная церковь от служения отлучила за его эти высказывания. Ну, отлучила. Он пошел, типа, монастырь себе прибрал. Конечно же, женский. Ну, правда, вроде монахини оттуда уехали. Тем не менее. Забрал монастырь. Его охраняют там казаки понаехали. Это все происходит где-то под Екатеринбургом. И вот буквально вчера или позавчера еще там и Ксению Собчак избили, которая приехала все это дело снимать. То есть, ну, в этой истории много всяких удивительных вещей. И для меня самое главное, что почему-то власть на это очень вяло реагирует. И как бы вообще заниматься этой всей историей ощущение, что не хочет. Это сейчас как раз пущу, наверное, видео избиения. Да, я могу сказать, да. Следующий очень важный момент. Мы, к сожалению, не обращали внимания, не доходили до этой новости очень долгое время. Эта новость, я считаю, для России является новостью номер один. Почему? Потому что многие по ошибке считают, что некие изменения будут в России либерального характера. То есть, сделая ставку на Навального, на всяческую либеральную интеллигенцию, которая проживает в городах Москве, Санкт-Петербурге и в любой свободный момент ездит в Европу, Соединенные Штаты и Америки. По моему субъективному мнению, это не так. Потому что изменения в России будут носить традиционалистский правый характер. Как известно, этот игумен заявил, что Кирилл, митрополитный прав, более того, РПЦ деятельность наносит ущерб. То есть, он не просто высказался против, а радикально против существующего режима православной церкви. Вот это автономистское мини-сообщество, которое, кстати, разрастается. Туда приезжает все больше и больше людей. В том числе, бывшие спортсмены, люди, которые, так сказать, стремятся к таким традиционалистским ценностям, люди, которые имеют в том числе боевой опыт и так далее. Вот это и есть первые позывы, первые знаки всеобщего бунта российского. Ведь помните, бунт Разина, бунт Пугачева, он носил народный характер. Носил характер невероятно жестокий. То есть, это были не либеральные революции. Это была борьба против власти мущих, которую начинали глубоко оскорбленные, глубоко несчастные, глубоко бедные русские люди. Вот как раз власти, если они хотят вообще сохранить за собой вообще возможность управлять этой страной, Россией, они должны обращать на это внимание невероятное. Потому что для обычных русских людей намного более понятно и ясно то, чего хочет этот игумен и что хотят эти люди, нежели то, чего хотят Навальный, там, не знаю, Собчак и другие либералы с их размытыми ценностями, с их нечеткими формулировками, которые постоянно меняются, с их, там, не знаю, прекрасным, хорошим отношением к большинствам и так далее. Вот эта волна, она мне напоминает тот, не знаю, ту энергию, которая была у Пугачева разиной, которая привела к невероятным бедствиям в России, к изменениям. Это нельзя назвать революцией, но те ценности, то, как предлагают вообще вести дела игумен и его сотоварищи, я думаю, что для большинства россиян это более понятно, чем криптократы, которые находятся в Москве и в Петербурге у руководства страны, и те либералы, тогорско-либералов прозападных, которые живут тоже, как правило, в крупных городах. Вот это и есть, в принципе, на мой взгляд, субъективные. Наши слушатели, те люди, которые смотрят, могут спорить с этим, конечно, но я считаю, это очень-очень серьезное событие, которое должно обратить внимание. Я тоже полностью согласен со Стефанычем в этом плане, потому что вот этот уклон, грубо говоря, в традиционализм в России виден уже долгое время, и когда такой довольно, ну, он влиятельный человек во многом, то есть он там был духовником некоторых известных людей, например, той же Поклонской когда-то, когда он вот начинает восставать, бунтовать и с чем-то не соглашаться, то очень многие люди к нему прислушаются. Кроме того, это Урал, который постоянно, испокон веков, скажем так, всегда восставал против центральной власти из Москвы. Если кто, вот Стефаныч вспоминает Эмильяна Пугачева, если кто не в курсе, до этого река Урал называлась Яек, и ее переименовали именно потому, что яицкие казаки, это стало нарицательным словом сопротивления центральной власти, его переименовали после восстания Пугачева, и увезли царскую семью на Урал, когда была вот эта гражданская война, именно потому что там к ним хуже всего относились, и вряд ли бы их там освободили какие-то внутренние силы. И сейчас опять Урал в России вот выглядит взбунтовавшимся регионом, но тут интересно... Причем, обрати внимание, да, идея вот старая Пугачевская. Мы хотим справедливого царя. Кстати, вот интересно, для молодых политиков, если бы, ну, представить, если бы я был молодым российским политиком, вот сейчас валяться в ногах и обивать пороги, пытаясь создать, сделать некую карьеру в Москве, в Питере, вообще по большому счету, для сильного, рискового, молодого русского политика там нечего делать. Можно всегда связаться с русско-императорской семьей, там очень много людей, среди них, возможно, есть очень активные, желающие власти, амбициозные молодые люди, которые захотят занять место нового русского царя. При этом, имея связь с этим миромонахом и действительно широкую народную поддержку, в считанные, не знаю, месяцы, но в самом деле в России власть может коренным образом измениться. Известно, что большинство русско-императорской семьи проживает в Европе, в Соединенных Штатах Америки, в основном это в Европе. Но найти какого-то более-менее подходящего на эту роль человека и при нем быть, не знаю, человеком, который может сыграть потом роль премьер-министра или еще кого-то, безусловно, вполне возможно. То есть центр политики, политической жизни, да, в самом деле, весьма может измениться. И амбициозные люди могут найти в этом свою роль какую-то. Ну и еще стоит отметить, что Собчак приехал туда снимать фильм не о том, что чувак захватил монастырь, а о том, что в монастыре происходит издевательство над детьми. Потому что несколько послушников, которые сбежали оттуда, рассказывали, как их в подростковом возрасте избивали за провинности. Например, бывший послушник Филипп сообщил, что его избивали кабелем и по три дня морили голодом. А других послушников избивали, наказывали едой и запирали в железном вагоне. То есть Собчак, собственно, приехала вот это проверить и пыталась... Не проверить, а сделать очередной такой скандальный репортаж, безусловно, который бьет на эффект, который должен дочернить этих людей. Но ведь смотрите, они живут по домостроевским старым понятиям, да, где совершенно по этим понятиям нормально, рукоприкладство по отношению к жене, физическое доказание детей и так далее. Это традиционалистские понятия. Кстати, обратите внимание, что все эти люди, они весьма могут легко дойти, допустим, контакт с радикальными или полурадикальными мусульманами. Потому что у многих из них вообще вот эти понятия, они весьма похожи, они схожи. Поэтому, безусловно, если появляются такие люди, съемочная группа, кто угодно, безусловно, всем маломайски там мыслящим людям понятных, чего это может привести. И это привело, конечно, к очень нехорошим последствиям, потому что эти люди не лезут за словом в карман, а лезут за совершенно другими вещами, более увесистыми и тяжелыми. И тот факт, что на самом деле сейчас власти России никак не реагируют по-хорошему на все это происходящее. Это вот, это интереснейший факт, конечно. Мне кажется, потому что они считают этого схиегумена скорее близким по взглядам, чем противникам. То есть, это не тот случай, когда надо вот сразу арестовывать и сажать и убирать, и чтобы никто не видел. Это в некотором смысле близкие по взглядам люди, чтобы вы, если кто-то думал, что какие-то есть либералы в правительстве России, то это, несомненно, сейчас это консерваторы, а думаю, что после внесения поправок в конституцию еще и реакция начнется, как и в Беларуси, собственно, после выборов президента. И вот такие... Альбертович, да в самом деле выборы, как я уже говорил, они, слава богу, закончились. Почему не хочется обсуждать, и мы больше белорусские выборы обсуждать не будем? Потому что это, знаешь, как кустики, в которые ходят кто по маленькому, кто по большому, кто плеснет помоев и стоят в этих кустах и вообще пытаться со всеми этими частотами разбираться не хочется. Более того, компания тех людей, которые стали вдруг активно поддерживать вот эти оппозиционные настроения, она увеличивается за счет нескольких персон, которые лично мне, как человеку, не то что симпатичны, не просто неприятны. Одна очень известная журналистка, которая не то что защищала позицию властей, она была флагманом, который проводил вообще все идеи на белорусском телевидении. Вот она выступила против существующего государства тоже. При этом в свое время была такая ситуация, что был митинг оппозиционный, там шла пожилая женщина, бабушка, с красно, бел-красно-белым флагом, ну я почему по-русски говорю бел-червоно-белым, это национальный белорусский флаг. Так вот, она снимала репортаж, она поварила эту бабушку и сбивала ногами просто. И вот она сейчас против существующей власти, при том, что она избила пожилого человека просто так, да, ради садистских наклонностей. После этого одна сотрудница, которая с ней была вместе, да, снимала этот репортаж, я был у нее на квартире, я вспоминаю, как этот человек сидел и полночи плакал, потому что она сказала, с этими подонками я не буду работать, она уволилась. Так вот, эти люди тоже сейчас в оппозиции, да, к власти. Вчера не признали ни одну подпись за баборыку. Один участок и один район. Просто, Стефан, я закончу, потому что, да. Ты сказал, что мы не будем про выборы говорить и начал, вот не признали. Нет, я хочу закончить просто историю, поставить точку. Вернувшись к тем предсказаниям, которые были сделаны, да, нами, вот они полностью сбылись, плюс мы говорили, что компонент ребенка среди белорусских избирателей, русских, невероятно огромен. Почему взрослые люди, имеющие высшее образование, которым там иногда даже за 40 лет надеялись на чудо, мне непонятно. Мы рассказывали анекдоты, можете посмотреть в прошлых программах про бабушку и мужчину. Вот люди продолжают надеяться на чудо. Почему они думали, что их допустят к власти, какие у них были вообще основания, мне непонятно. И на этом мы закончили разговор о выборах в Беларуси. Я вижу, ты показываешь. Я, наверное, просто запишу отдельно мнение дилетанта по поводу вот этого отношения, то, что происходит в Беларуси, потому что у меня очень многие люди на другом канале спрашивают, чтобы я рассказал. Украинцы, например, то есть к прошлому нашему видео, ты увидишь, читал, наверное, комментарии, что человек написал, что у вас за пораженческие разговоры, типа ничего делать не надо. То есть люди не очень понимают специфику того, что было в Беларуси вообще, как это все происходит. Вы просто, понимаете, у нас дежавю тотальное в очередной раз. И вот уже Стефаныч это сказал, я еще раз повторю, если вы делаете каждый раз одно и то же и надеетесь на разные результаты, то вы безумны. А у нас вот опять делают все то же самое. Лукашенко ничего нового не делает, он делает все то же самое с оппонентами. Это уже было много раз. Мы это можем рассказать несколько раз. Мы можем даже вам примерно проценты сказать, с которыми он победит на выборах. Понимаете? И люди как будто с памятью рыбки гуппи в Беларуси, которые, ладно, там вот эти молодые, там 20-летние, которые реально этого не застали. Повутся. Да, и этим 20-летним хочется сказать, посмотрите, в какой вы компании. У вас плохая компания. Эти люди, они не то, что вас доведут до цугундера, да, они вам че-что передачку не передадут. Вот в чем проблема. Да, и мы не говорим о том, они не то, что... Мы не говорим о том, что ничего не надо делать, мы не об этом говорим. И лучше мы это отдельно как-нибудь запишем опять же про выборы. Да, вот Альберт еще отдельно может рассказать, да, в мнении, так сказать, своем у него есть еще, так сказать, программа, и мы давай с этим делом закончили, поехали дальше. Вот у нас Александр Григорьевич, сегодня я в очередной раз какие-то новости прочитал, не прочитал, точнее, что это, он сказал, пообещал провести референдум по изменению Конституции Беларуси. Цитата. Несколько вариантов мне уже предложено, они не годятся, люди просто боятся вносить более решительные изменения в Конституцию. И еще другая цитата. Я не хочу возврата к этим временам, не хочу, чтобы вы туда возвращались, имеется в виду до 1994 года, как там нам некоторые альтернативные кандидаты предлагают. Дело в том, что... Я даже не хочу, да, я не хочу даже это обсуждать. Нет, мне просто интересно, какие он может... Я не хочу тратить свое время на обсуждение системы. Да это... Что он туда может внести вообще? То есть просто уже, уже Конституция максимально под него написана. Что еще туда можно вносить? Я просто, мне просто даже... В чем и дело, что это все пустое... Запретить слово таракан или что? Что он хочет туда вносить? Да дело не в этом. Дело в том, что не надо обсуждать просто пустое, да? Можно... Мне жалко людей, которые потратили на это свое время. Состояние в очередях, пандемия, да, опасного заболевания. Они стояли, рисковали здоровьем. Они могли заняться искусством, творчеством, могли заняться своим здоровьем, в конце концов, провести время со своими детьми, знакомыми, родными, любимыми, и намного продуктивнее провести это время, чем заниматься, наступать там в 45-й раз на дни и те же грабли, заниматься какой-то ерундой. Так же, как, собственно, обсуждать все эти вещи. А вот... Давай вот было про Дурова там, ты, я заметил. Вот это было действительно интересно и весело. Расскажи об этой ситуации. Телеграм? Телеграм обязали вернуть покупателям грамм. Покупатели грамм. Вот несколько граммов купили. Миллиард 220 миллионов долларов. Грамм – это такая... Боже, криптовалюта. Да, криптовалюта вылетела из головы абсолютно. Пытался Дуров провести, создать криптовалюту, но ему регулирующие органы в США это не позволили. Он, кстати, с тех пор еще и разродился несколькими сообщениями о том, как все хреново в США. Типа, не ездите. Сейчас я фоточку найду. Очень, кстати, на Александра Григорьевича чем-то похож. Как раз сразу прическу другую сделать, усы добавить и вполне... А, нет, нет. Ты знаешь, он похож сам на себя, он похож больше всего на Мавроди. А вообще вся эта история напоминает обычный такой лоходром типа МММа. Да, были люди, которые звонили, втюхивали эту криптовалюту, кто-то ее покупал, но даже на, так сказать, этапе втюхивания и вовлечения людей, вообще эти люди, которые работали, звонили, эти были наемные какие-то колл-центры московские, все это выглядело, мягко говоря, непрофессионально. Да, это было на уровне вот такого, вот такой рекламы МММ, да, насколько это все сделано было, ну, мягко говоря, неинтеллектуально, и насколько это попахивало МММовщиной и пирамидщиной, тут говорить нечего. И это как бы вскрывает личную суть, конечно, Дурова и всей вот этой конторы телеграммской, да, это просто другое время. Это, безусловно, не время Мавроди. Мавроди, кстати, отчасти действовал вдохновенно, он, в общем, вдохновенно врал о своих суперпроектах, и здесь даже, кстати, Дуров выглядит намного мельче, чем братья Мавроди, которые пытались оперировать таким постсоветским людям на несколько другом уровне. С одной стороны, на очень бытовом, с другой стороны, у них какие-то были суперпроекты. Ну, понимаешь, Дуров себе наработал, Дуров начинает, сделать с этой криптовалютой. Ну, мне кажется, что как минимум было бы интересно посмотреть, что он там делал, но действительно в современном мире, когда говорят криптовалюта, уже кажется, что это пирамида, потому что уже просто самые ленивые уже несут. Даже, блин, Бузова создала свою криптовалюту Бузкоин, который назывался, не знаю, по-моему, она уже и закрыла это. То есть, если даже такие персонажи сцуют криптовалюты, то понятно, что это какая-то чисто, знаете, вот такая приманка, чтобы с вас денег каких-то стрясти. И вопрос, конечно, мы не можем, как эксперты, экономисты, разобрать, правильно ли поступили регулирующие органы США или нет, что отказали Дурову в регистрации вот этого всего дела. И сразу возникает вопрос, господи, ну в США отказали, ты же можешь в любом другом месте это сделать, почему надо именно там, вот понятно, что это крупнейший рынок, понятно, понятно, что это сразу большой кусок пирога уходит, но ты покажи, как это работает в каком-то другом месте, в какой-то другой стране, в том же там Евросоюзе, это тоже большой, большая аудитория, ну не знаю, то есть тут много вопросов имеется. Если кто-то разбирается в теме, пожалуйста, например, вот именно в плане законов и технической реализации, но для нас это выглядит, конечно, как такое разводилово, в некотором смысле. Это обычные пирамиды, ну мне так кажется, да, но вообще любая валюта, как бы ее там называли, крипто, это валюта, любое государство, такое крупное, как США, не знаю, Россия, оно, государство, система, всегда любит рулить и управлять всеми финансами само, никаких конкурентов не надо. И, естественно, пытаться, как бы, на чужой территории кого-то разводить или делать какие-то валютные операции, все будут против. Мне вспоминается такая история, есть такая чудесная славянская группа, я бы сказал формация, потому что это художники, бузыкаты, Баухаус, вот, называется Лайбах, Лайбах, да, Лайбах. Вот, вот Лайбах в свое время в Словении сделали свою республику, да, они напечатали паспорта совершенно серьезно, даже сделали валюту и хотели даже купить какую-то территорию. Более того, своим знакомым или полузнакомым они раздавали эти паспорта и несколько раз люди в полушутку то ли ради розыгрыша даже каким-то представителям власти, демонстрировали эти паспорта, при этом совершенно серьезно говорили, что они граждане этой страны, страна находится там недалеко от Словении, малограмотные какие-то представители власти к пару раз даже покупались на это. Но это было еще далекие 90-е и так далее. Даже к этим паспортам несколько раз относились весьма серьезно. Любая система, она хочет контролировать, желает контролировать граждан, финансы, все остальное. Поэтому допускать подобных вольностей это, конечно же, не будет. Что у нас там есть еще интересного? Природа. Природа всякой так очистилась, что всякие прикольчики делают новые рекорды молний зарегистрированы. Правда, я их не вам... То, что вы сейчас видите в видео, это не рекорды, это просто видео всяких молний, но, тем не менее, самой протяженной в мире вспышкой молнии теперь является однократная вспышка, которая 31 октября 2018 года преодолела горизонтальное расстояние 709 плюс 8, плюс-минус 8 километров. То есть, вот представьте, вот эта молния на такое расстояние, ну, то есть, она прошла вот этот разряд, а теперь наибольшая продолжительность однократной вспышки составляет 16,73 секунды и наблюдалась над северной частью Аргентины, была зафиксирована 4 марта, а вот самая длинная наблюдалась в Бразилии, ну, где-то в районе Бразилии, потому что 709 километров, как вы понимаете, нельзя сказать, где конкретно это все было. Классно, конечно, вот смотреть на молнии, обожаю это дело, и до сих пор очень много вопросов, как это все, откуда это берется, как оно происходит, и почему природа это делает, но вот то, что это красиво, и за этим интересно наблюдать, это вот как недавно на побережье западном, например, были какие-то, это микробы были или моллюски? Нет, это бактерии, бактерии светящиеся, и ночью вот по берегу начинали волны светиться, а если еще по песку провести, то такой вот искрился песок, как будто таким цветом голубо-зеленый такой был, и вот это, когда природа постоянно вот это все делает, молнии пускает, главное, чтобы не в голову, когда животные какие-то прикольные появляются и тусят, это все, ну, потому что люди уже надоели, честно говоря, понимаешь? ну да, можно думать для заставки, вообще это очень красивое явление, молния, вот было несколько дней с грозой и молнией в Минске, я с удовольствием наблюдал, поэтому будет прекрасно для заставки нашей, это молнии, различные вот эти явления, они, всегда хорошо за ними, правда, наблюдать из дому, когда это безопасно, в Индии, к сожалению, погибло достаточно много от полной людей, кстати, это хорошая возможность для белорусской экономики продавать резиновую обувь, галоши, резиновые сапоги, которые, видимо, могут позволить уменьшить количество жертв от этого страшного природного явления, ну, скоро уж будем к концу, к завершению подходить, у нас еще есть какая-то новость, интересная. Ну, это не новость, а скорее история, история жизни человека, православный иранец, православный иранец, уже интересно, по имени Дарий, сколько царей Персии было с таким именем, три, по-моему, казнил убийцу своего отца, стал тайным христианином и избежал из тюрьмы в Россию. То есть, его журналисты нашли, поговорили с ним, там, ну, большая история, в общем-то, он, его судили за оскорбление реликвии ислама в Иране, как вы понимаете, в Иране теократическое государство, потом почему-то у них принято давать отпуск из тюрьмы, и за счет этого отпуска он, собственно, избежал в Россию, при том, что он даже визу получал, то есть, человека выпускают из тюрьмы в отпуск, в отпуск из тюрьмы, он успевает получить визу другого государства и туда уехать. Ну да, такая интересная история достаточно. И его отец был выходцем из Ирака вообще, то есть, он еще и наполовину иранец, наполовину ирактец, ирак, иракец. Это тоже интересная штука, потому что, опять же, была известная война между Ираком и Ираном, и, видимо, быть выходцем из Ирака и жить в Иране, как его отец, это довольно странно. Но его... Нет, ну там смотри, там есть шииты и судиты. Вот Иран, это чисто шиитское государство. Когда была война, руководил Хусейн, он был судитом. Более того, замом Хусейна был христианин. Поэтому, по сути, воевали судиты с шиитами. Кстати, сегодня, допустим, представитель Саудовской Аравии, величайшего такого судитского государства, сделал заявление против Ирана, против увеличения роли Ирана в Сирии. То есть, это традиционная вражда между шиитами и судитами. То есть, вот эта война, по сути, она подстегивалась не только экономическими причинами, потому что, как известно, на стороне Ирака были, допустим, советские, из Советского Союза советники, да, там Ираку даже некоторое время и США помогала. То есть, там очень такая запутанная была история. И поэтому это, в общем-то, история не новая. И тут это вопрос скорее вражды, плохого отношения шиитов, судитов и отношения к христианам. Потому что многие шииты, весьма, так сказать, допустим, сирии шииты или отдельное направление шиитов неплохо относились к христианам, скажем так. Они позволяли функционировать храмом христианским и так далее. Так вот, отец Давида, когда он жил в Ираке, он был убежденным коммунистом и мусульманином лишь формально, потому что он не соблюдал все эти посты, там намазы не делал и поэтому по какой-то причине Саддам Хусейн его выслал из Ирака в Иран. То есть, видимо, он как коммунист проводил какие-то анти-хусейновские штуки, фиг его знает. Так вот, в Иране он открыл пекарню и когда Давиду был 11 лет, работники этой пекарни какое-то оборудование украли и когда тот сообщил в полицию, эти же работники его зарезали. Ножом залезли в машину, он когда сел в машину, его сзади ножом зарезали. Убийца признался в этом, заявил на суде, что он это сделал, потому что на его глазах этот вот отец Дарья порвал Коран, но тем не менее убийцу посадили в тюрьму и на 6 лет он сел за убийство человека, а самому Дарью в тот момент был 11 лет. И понятно, что как он сам говорит, что он решил мстить, потому что так написано в Коране, что надо за убийство отца, как старший сын своего отца, он должен за него отомстить. И через 6 лет после того, как прошел срок сидения, семья потребовала пересмотра делой, чтобы убийцу казнили. Так вот, в день казни, у них такая традиция оказывается, 17-летний Дарий, как старший сын, самостоятельно выбил подножку из-под ног осужденного на повешение и после этого открыл лицо казненного. По его словам, он до сих пор снится повешенный с вывыршимся языком и выпученными глазами. То есть, в Иране сын убитого отца получается сам казнит преступника. Причем, я тоже очень такая странная история, то есть, сначала осудили на 6 лет, а потом поменяли это дело на на казнь. И потом он говорит, что после убийства своего отца, он стал чаще задумываться, что ислам ему кажется слишком жестокой религией. И постепенно он пришел к христианству, нашли, где они собираются, а он стал литеранским протестантом, кстати, не просто так выбрал себе ветвь христианства, да, то есть, он еще посмотрел, что там в христианстве получше будет. И на одном из таких собраний их там всех задержали и посадили, по его словам, если тебя встречают со страницами из Библии в руках, то по законам шариата вас могут убить на месте, потому что в Иране запрещено продавать и распространять Библию и другую христианскую литературу. Ты знаешь, вот такая история довольно странная, то есть, по многим местам, знаешь, выглядит как будто Иран, конечно, офигительно тоталитарное государство и все так плохо, но с другой стороны, очень много несостыковок в том, что он рассказывает, честно говоря. Ну, знаешь, наверное, проще вообще найти иранца, взять у него интервью и поговорить вообще, что там есть и что там нету, потому что разговаривал с иранцами совершенно по-разному, и с людьми, кстати, которые в Иране были. Была такая девушка, она в определенный момент в своей жизни приняла мусульманство и со своим товарищем объехал автостопом весь Иран. Вот. От нее я одно слышал, да, от иранских студентов другое. Ты знаешь, сколько людей, столько мнений, но, безусловно, это другая страда с другой культурой, и вопрос толерантности это страда, как известно, фундаменталистка, и вопрос толерантности тут не стоит, и понятное дело, что за какие-то вещи, которые за границей, там, не знаю, в Европе или в США никакого наказания нету, то, естественно, там можно поплатиться за это. Отдельный разговор, да, кстати, почему многие молодые люди, знакомые у меня есть такой, был художник, да, иранский, он проживает в Берлине, вот он эмигрировал, как только у него появилась возможность из Ирана, потому что занимался авангардным искусством, даже авангардной такой музыкой, и вот проживание в современном Иране для него совершенно неприемлемо, потому что ни его искусство, ни его вкус, ни его образ жизни никак не стыкуются с тем, что происходит в его родной стране, это прискорбно, когда молодые люди, и он не один такой, кстати, когда молодые люди вынуждены покидать свою страну, искать счастье за границей, потому что они не могут себя реализовать на родине, я вот всегда был за то, чтобы как можно больше разных людей могло реализовать у себя на родине, получать удовольствие от жизни, мы бы сейчас закончили, но я еще вспомнил одну тему буквально, Кирилла Серебренникова прошел суд наконец-то по делу хищения денег в театре, и просто вот знаете, итог всего этого дела, то есть человека в итоге признали виновным в том, что он похитил 192 миллиона рублей, но ему дали три года условно, то есть это вот такая иллюстрация какой-то просто бесхребетности российской судебной системы, или неработающей российской судебной системы, потому что это как вонюбить это вообще был намек властей, Серебренников и другим людям, да, намек причем такой легкий, понимаешь, этот намек, он понятен, что тебя могут в любой момент, это даже без суда можно сделать, но если вы хотите изображать хотя бы какую-то справедливость, я не говорю быть справедливым государством, а изображать справедливость, то приговоры должны быть вменяемы, вы не можете дать 3 года условно человеку, укравшему 192 миллиона рублей, точно так же, если он не крал их, тогда признайте его невиновным, но если он крал и вы даете 3 условных года, это бред полный, любой человек смотрит... Альбертич, пойми, что уже вот эти люди, которые власти в России, им хочется быть хорошими для элиты, вот для элиты, для богемы, потому что многие их родные, близкие, они сами, они имеют непосредственное отношение и контакты с этой богемой, таких людей они посадить не могут, вот в чем проблема. А для людей, которые собрались там на Урале, на реке Яик, для них вот это вообще вся история целиком и полностью вообще непонятно, это не их ценности, это вообще другая Россия, как есть название всяких организаций, а есть прямое понимание этого. я за то, чтобы Серебренникова изначально вообще не судили. Есть менеджмент, да, культурный и есть сам творец. Вот я, не знаю, там, отыграл какие-то вечеринки, у меня, допустим, есть booking-агентство, оно, может, за эти выступления взяло в 10 раз больше или провело так деньги, что я и не знал об этом, что они меня просто развели. И мне вдруг приходят и предъявляют, слушай, дорогой там Стефаныч, вы вот получили в гонорары какое-нибудь количество, выкатили, давайте за это отвечайте, вы не заплатили налоги во Франции, в Бельгии, в Германии. И я должен потом буду, значит, за это все как бы разбашливаться, за то, что мой менеджмент, те люди, которым я доверял, взяли эти деньги где-то задыкали. Да, они мне дали какую-то мою часть, но все остальное я мог быть и не в курсе. Почти Серебренников даже история. Но здесь дело в том, что неадекватность вот этого доказания и вообще всех этих мучений в том, что власть своим же, в принципе, почти своим пацанам, оно намекает. Слушайте, вы резко не соскакивайте, а то, собственно, нервы посадить не посадим, но нервы потреплим крепко. Еще и денег сними за это. То есть, это такой знак всем богебным ребятам, чтобы они, как говорится, вели себя корректно. Оно сделано в типичной такой нынешней московской манере. Ничего тут удивительного нет. Ну и фиг с ним. Жалко времени потраченного и жалко времени потраченного Серебренникова, который он мог сделать какую-нибудь хорошую постановочку. То есть, как мораль нашего сегодняшнего выпуска, что в России, что в Беларуси, не тратьте зря время на всякую фигню. Именно. Лучше возьмите шашлычка, выйдите на озеро с хорошими знакомыми и друзьями, проведите так время. Либо просто в окно посмотрите на молнии, о которых мы вам сегодня рассказывали, в носу поковыряйте. Это вам больше... Либо займитесь творчеством и саморазвитием, потому что творчество, саморазвитие человека, реализация своих идей, это требует времени и энергии. Если размениваться на всякую ерунду, на обслуживание системы, на заигрывание, на всякие детские фантазии, может не хватить времени на что-то самое главное. Поэтому определите свои приоритеты. Например, саморазвитием просто почитать историю последних лет 10 или 20, например, чтобы просто знать, как оно происходило и как оно будет, на самом деле, чтобы не наступать на грабли несколько раз. В очередной раз. Спасибо, что смотрите, спасибо, что пишете комментарии, мы все их читаем. Напоминаю, что мы не только есть на видео мегапортале YouTube, но и в подкаст-сервисах, где вы нас можете слушать, а не только смотреть. Хотя мы не зря, в общем-то, прихорашиваемся перед выпусками, чтобы быть такими красивыми, чтобы вы нас смотрели. Всегда приятно. Пишите комментарии, собственно, мы для вас это все и делаем. На этом все. Пока, здорово. Бывайте здоровы, живите богато. Все, пока. Альбертыч и Стефаныч клевещут. Ха-ха-ха. Альбертыч